Каждый раз Московский дом книги на Новом Арбате пытается порадовать посетителей магазина новой литературой или же встречами с самыми популярными авторами нашей страны. Но на этот раз в литературном кафе проводится поэтический вечер. Научи меня мечтать, в небо птицею взлетать, не во сне, а на него изменять свою судьбу. Научи не обвинять и обиды не держать, всех понять помоги, рассуди, прости долги. Научи меня любить, много слов не говорить, отдавать и не считать, боли, зла не причинять. Научи меня мечтать, научи не обвинять, научи меня любить. Марина Шультаис – писательница, которая на протяжении вот уже 20 лет проживает во Франции. Самое романтическое место на Земле вдохновляет Марину на создание иллюстрированного сборника стихов «Состояние», который она и презентует в стенах Московского дома книги. В ней описываются действительно те самые главные моменты нашего существования, которые мне хотелось зафиксировать и которыми хотелось поделиться. В свое время я хотела сделать книгу под названием «Состояние души», но посоветовавшись с отцом Николаем, который приезжает к нам иногда на службу в Страсбург, он мне категорически запретил использовать это название. Он сказал, что «Состояние души» – ты кто такая? Какое ты имеешь право? И я как-то даже замерла и, в общем-то, удивилась. А потом я подумала, действительно, зачем трогать душу? Будут просто состояния. А насколько давно Марина вообще пишет свои стихотворения? Неужели писательское прозрение открывается у Шультайс только будучи за границей? Я пишу давно, можно сказать, практически всю жизнь, понемногу. Иногда, когда приходят какие-то мысли, какие-то моменты, когда я не могу не писать. И я фиксировала это на бумаге и просто знала, что однажды я сделаю книгу. И вот в прошлом году я решила, что момент настал. Если я не сделаю сейчас, я, наверное, уже не сделаю никогда. И поэтому сюда вошли именно те стихи, которые для меня самые дорогие, в общем-то. И, на мой взгляд, которые отражают действительно некоторые состояния, не только мои. Состояние женской души, женского какого-то этапа жизни. И мужчины, в принципе, тоже. Помимо писательской деятельности, Марина Шультайс занимается письменными и устными переводами всех уровней. Является членом жюри Международного конкурса художественного перевода с французского на русский язык. И Налко преподают русский и французский языки. Но, несмотря на тесную связь с французской культурой и любовь к этому языку, Марина считает свой приезд в Страсбург делом случая. Как я иногда, шутя, говорю по-французски, это просто несчастный случай, который привел меня туда. Но в результате это жизнь, это моя жизнь. И 20 лет я живу там. Но на самом деле душой я русская, конечно. И менталитет у меня, несмотря на влияние моей профессии, я лингвист, я переводчик, я прежде всего русская. И со всеми, конечно же, теми состояниями, которые присущи непосредственно русскому человеку. И чаще всего это может быть грусть, это может быть меланхолия. Хотя это далеко не единственная судьбоносная случайность в жизни Марины. Тот же самый случай помогает ей и при издательстве ее первой книги «Состояние». Да и не раз. Я именно хотела альбом, я хотела иллюстрированный альбом. И таким образом, удивительным, славным образом, я нашла художницу, которая сделала иллюстрации. И нашла издателя. И все получилось. Хотя изначально замысел был издаваться в России, но потом, по стечению обстоятельств, просто оказалось, что на соседней улице издатель, который занимался там изготовлением визитных карточек моих для моей фирмы, он также является печатником, книгопечатником. И мы с ним прекрасно поработали. Это был очень интересный опыт, очень познавательный и обогащающий. И вот книга вышла в свет. Вышедшая в свет при поддержке издательства «Эклер Репродюксион» «Страсбург. Франция». Да еще и как вышло. Книга получила максимально положительные отзывы критиков всех стран, в которых ее презентовала Шультаис. Ошеломительный успех мирового размаха. И это при том, что состояние – дебютная работа Марины. Я безмерно счастлива, что книга, она сразу дебютировала действительно очень хорошо. Но в «Страсбурге» вначале у меня прошло несколько презентаций. Это было нормально. Это моя публика, меня знают. Я переводчик. Я создала и руковожу Ассоциацию русских женщин и Лизаса. И Ассоциация большая. В этом плане, конечно, я рассчитывала на женскую аудиторию. Но сейчас книга получила совсем уже другую жизнь. Она уже живет без меня, своей жизнью. Прошли презентации в Париже. Пока еще небольшие. И планируется более серьезные. Прошла прекрасная презентация в Праге. Есть предложение по проведению презентации среди соотечественников в Европе. И, конечно же, я очень надеюсь на российскую публику. А российская публика впервые может увидеть это творение не где-нибудь, а в Московском доме книги на Новом Арбате. Ну а счастливчиков, побывавших на презентации, ожидал еще и приятный бонус в виде автографа самой Марины Шультайс. Московский дом книги. Загляните на минуту, задержитесь на весь день.